Этой зимой снега в Пермском крае выпало гораздо больше, чем обычно, поэтому прогнозы пока не самые радужные. Все зависит от того, насколько стремительно он будет таять. У нас есть два фактора, которые очень могут негативно сказаться в этом году. Значит, первый, это у нас запасы воды в снежном покрове превышены от 10 до 25 процентов, от среднем многолетних значений. Значит, и у нас на сегодняшний день есть превышение по толщине льда. Внесены определенные коррективы в перечень населенных пунктов, которые подвержены угрозе паводка. На сегодняшний день их составляет количество 110 в 37 муниципальных районах. Опыт прошлого года был использован для подготовки в этом. В зонах риска проведены работы с гидротехническими сооружениями. Чистка водопропускных систем. Эти работы проведены в Кунгурском, Кудымкорском и Кишерском районах. Приход вешних вод в регионе ожидается не раньше середины апреля. К этому времени будут закончены все подготовительные работы на Камской и Воткинской ГЭС. Начало поводки, когда приток к створу Камской ГЭС, реки Камы, достигает 1000 метров кубических в секунду. То есть вот эти боковые речки, все это таяние. В данный момент приток 500 метров в секунду. То есть до поводка еще далеко. Ждать, когда в Прикамье придет большая вода, можно не только изучая прогноз погоды, но, к примеру, можно зайти на сайт Русгидро, где в графическом понятном формате указан уровень воды на всех гидроэлектростанциях страны, включая Воткинскую и Камскую ГЭС. Данная информация обновляется ежедневно. На пресс-конференции журналисты поинтересовались и тем, какая судьба нынешней весной может ожидать небезызвестный арт-объект города «Счастье не за горами». Так вот, наше счастье, вероятно, уйдет под воды. Но не полностью и еще не скоро. Когда что-то сложно сказать. Но я думаю, что... После майских, наверное, да? Где-то так. Праздник. Все зависит от превратности погоды. Между теми, пермские связисты в преддверии паводка, как обычно, проводят серьезную подготовительную работу. Во всеоружии и теперь. В случае чрезвычайных ситуаций, ни один город или район не останется в информационной изоляции. Все они располагают резервными источниками связи и электропитания. Организовано получение информации о паводковой ситуации. Было для организации бесперебойные связи, обеспечение противопаводковых комиссий и метеопостов. Организован постоянный контроль за готовностью средств связи. Кроме того, для мониторинга паводковой обстановки в районах края уже организовано более 40 стационарных постов. Оборудованы пункты временного размещения граждан. Во всех местах, подверженных подтоплению, проходят учения. А готовиться есть к чему. В 2016 году ситуация в крае была весьма напряженной. Паводок тогда начался 11 апреля. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кちентрирование.